врежется или не врежется гору или нет в кафе и попадет или нет здравствуйте глубоко уважаемые любители лет и видоспорта у нас новый чудесный ролик и про что пробою новую покупку про планер штемме случайно получилось что мы сидели на аэродроме готовились к взлету на электрическом пестреле который починили я вам про него тоже потом расскажу и вдруг приземляется штемме вот этот чудесный планер замечательным пилотом прилетел сегодня из нюннберга представляете взлетел с утра погрузился свои вещи и полетел у нас на аэродроме у нас уже вечер стремительно заходит на посадку отважные пилоты всевозможные и сейчас подъедет собственному домику так вот человек утром взял все свои вещи и спокойненько взлетел погоды в германии сегодня не было поэтому он прилетел до границы со швейцарией там началась погода и спокойненько дотарахтел на уже на потоках на вот этом замечательном параде очередной планер отважно заходит на посадку несется на фоне колдуна стремится занять свою позицию среди со товарищей как-то он слишком уж отважно едет если тормозов нет ведь не знаю я бы так я конечно сам в ангар так езжу но менее агрессивно этот планер умеет и ночью летать посмотрите-ка огоньки на нем позволяют это и так пилот спокойно загрузил вещички вот там кабине рюкзачечек валяется все сопутствующее снаряжение палаточка и прилетел сюда сейчас запаркует планировочек не знаю будет у него чехлить или нет пойдет в гостиницу излили займет на в кемпинге у нас место и следующую неделю даже полторы будет летать с нами когда такую штуку покупаешь удаленный то есть я же планер который в африке не видел совсем я посмотрел хороший человек который продает очень хорошего все уважают и я думаю ну почему бы его не поверить людям и купить просто вот так не глядя так и сделал но постараюсь то есть можно будет путешествовать по африке с таким замечательным планером сделано конечно все фундаментально одно заднее колесо чего стоит нарезавую обтекатель и такой хвост конечно тяжелый шасси такие красивые так как мотор работал видите здесь когда работает мотор что-то открывается шасси кстати уже с гидравлическими суппортами потому что бывают всевозможные варианты вот он заборничек моторчик а вот он как выглядит боевой штемме после приземления на наш аэродром можно посмотреть нишу шасси открытую вот он как раз вал моторчика как идет стремительно куда-то к носу вот как выглядит кокпит рюкзачок с вещичками ну палатка не знаю есть или нет а вот он легендарный винт вот он видите спрятан который открывается и крутится создает этому замечательному летательному аппарату необходимую для перемещения тягу мы не будем мешать пилоту потому что он только приземлил общается с семьей говорит что все хорошо и долетел мы срочно должны еще слетать на нашем электрическом пепестреле который надеюсь уже зарядился то есть вот плюсы бензиновой технологии вот то есть ты там залил 120 литров и летай сколько хочешь плюс электрической тоже нет бензина но и минусы тоже нужно заряжать вот нет жизни счастья есть на самом деле каждом элементе нужно лететь искать позитив например ведь как колдун хоть не хорошо показывает есть ветер юго-восточный самый страшный на нашем аэродроме и на своем шляхер я бы не полетел в том что здесь мощнее нисходящий поток есть а на электрическом пепестреле с его энерговооруженностью мы сейчас вполне взлетим с вайдесом стоит спаситель мой и готовится к взлету стоим в очереди на взлет вот один планер только приземлился и он конечно сделать длиннющий файл то есть я не знаю сколько он там километров летел до нас соответственно за это время еще один планер вошел в круг соответственно вот там еще несколько планиров в режиме ожидания это к вопросу о том что нужно ли делать такие длинные коробочки то есть нужно ли просто лететь полчаса там на этот файл чтобы не знаю там полтора километра трактить до аэродрома вот я считаю что нужно просто вид если есть хоть какой-то трафик уметь делать более короткий заход например планер который заходит сейчас пожалуйста он более грамотный явно 91 процент зарядок батареи стоим в очереди на взлет вот один планер только приземлился и он конечно сделать длиннющий файл то есть я не знаю сколько он там километров летел до нас соответственно за это время еще один планер вошел в круг соответственно вот там еще несколько планиров в режиме ожидания это к вопросу о том что нужно ли делать такие длинные коробочки то есть нужно ли просто лететь полчаса там на этот файл чтобы не знаю там полтора километра трактить до аэродрома ну вот я считаю что нужно просто вид если есть хоть какой-то трафик уметь делать более короткий заход например планер который заходит сейчас пожалуйста он более грамотный явно сарла ботинди виктор дакуляш пистон орд ну и мы сейчас начинаем потихонечку мирно разгоняться потому что иначе мы рискуем на нос опуститься теперь более-менее это штука рулится можно дать полный газ вот разгоняемся 80 в принципе можно отрываться поторохтело ну и сейчас надо выдержать потому что юго-восточек сейчас из-за холма нас доводит я подальше от холма сразу отхожу оп теперь можно убрать шасси оп закрыт переставить и управление 100 где-то она любит 59 процентов заряд батарейки мы поднимаемся контентом начинали мы взлетали с 90 процентным зарядом в общем похоже 30 процентов расходы ты пристрельно то чтобы забраться на эту гору вайдас как тебе тарактин как тебе электрическое будущее ну бензином не воняет это хорошо ха-ха-ха давай давай налево чтобы над древним оказаться и будем глушить мотор так ну и как у нас моторчик выключается а вот так пиау и потом тумблер чпок и дальше моторчик начинает убираться красота конечно вот эта магия уборки двигателя здесь это самое приятное что есть а полностью автоматический процесс дальше я 55 процентов у меня осталось чпок рад что я выключаю чтобы она не шупела все и мы дальше начинаем летать веселый пипистрель приветствует отважных о это наши это наши парапланиристы что то у нашего коллеги с ушами не то он по моему решил приземлиться то ли решил а это тандемщик и он меняет пассажира вот здесь друзья склад сложенные уши в самом боевом варианте этого применения сейчас он подойдет к склону и приземлится на склон это будет круто контент огонь стремительно несемся на скалу что же будет врежемся или нет вот он крест и проносимся мимо эх лихой разворот и сейчас мы подлетим параплану другу нашему внешему попали в небольшой роторочек вот он параплан делаем вокруг него разворот почета ах красавчик как же ему сейчас кровата бедному а нас тепло Друзья, мы летаем, как вы видите, в шортах И летаем мы на электрическом Пепестреле И хвала великому Вайдосу Который привез на него батарейку и починил Но не Вайдос чинил, но на самом деле Если бы не он Ничего бы и не было Ох! Какие же у него крылья короткие, как можно лихо шалить Ура! Радость пришла и так далее и тому подобное Потому что действительно Радости у меня сегодня много Веб-планер, который, казалось бы, все Списан в утиль Летает просто фантастически Мы сегодня делаем третий вылет Батарейку мы заряжали чуть-чуть Можно было и не заряжать То есть на первом вылете я истратил 20%, на втором 30% Можно было с 50% и взлетать Но мы решили, что мы не такие Что мы только топим за безопасность Никакого хулиганства Никаких пролетов, крестов страшных и так далее Только контент, так сказать, сертифицированный И одобренный производителем Вот, поэтому мы батарейку зарядили Немножко и, в принципе, это нам помогло Вайдес, вот, по-моему, доволен Ты как, вообще, Вайдес? Доволен? Я сейчас думаю о том, как Что мы носимся над горой, как два Придурка Как педестрель, когда придурка, ну да Но, в принципе, да, иногда друзья мне пишут, что Особенно, когда ролик какой-нибудь снимешь Про волны, про линзы Мне пишут, что это за такой несерьезный пилот такой летает Где у него серьезность? Где у него, как это, осознание того, что он же в небе? А небо это вообще А небо это опасно И так далее Друзья, небо опасно, если только так думать А если не думать Ну, в смысле думать, но не думать То небо ничем не опасно Вот мы летаем на склоне Это просто физика То есть я использую восходящее течение Для того, чтобы летать так, как мне нравится Я могу это делать левой рукой Могу отпустить управление, взять вправую И поворачивать направо То есть я делаю, что хочу И помогает им этом аэродинамика И самое главное, что ее знания Если ты знаешь аэродинамику Если ты умеешь шебуршать ручкой управления То тебе сам черт не брат Вот сейчас, например, небольшая турбулентность